В рамках рабочего визита в Швейцарию президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде. На встрече впервые была заложена основа сотрудничества между правительством Азербайджана и Центром 4-й промышленной революции Всемирного экономического форума. С этой целью между главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума состоялся обмен с соглашениями о сотрудничестве. В ходе беседы Берге Бренде, отметив, что Азербайджан предпринимает решительные шаги в направлении четвертой промышленной революции, добавил, что за последние 20 лет Баку стремительно и неузнаваемо изменился. Сообщив, что в прошлом году промышленное производство в ненефтяном секторе в Азербайджане увеличилось на 9,1%, глава государства подчеркнул важность соглашения о сотрудничестве Азербайджана и Всемирного экономического форума. Учитывая значение форума с точки зрения новых тенденций, происходящего в мире процесса трансформации и обсуждения вызовов, глава государства отметил, что Азербайджан строит новую стратегию развития с учетом обновляющихся международных и региональных тенденций. Президент Ильхамалиев проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах. В процессах развития отметил значение реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, в том числе связанных с транспортными коридорами восток-запад, север-юг, энергетических проектов как для страны, так и для региона. Глава государства рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане с целью дальнейшего развития бизнес-среды. Берге Брэнде выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом и ролью страны в регионе. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество Азербайджана с соседними государствами и укрепляющаяся экономика страны играют значительную роль в развитии стран региона, и Всемирный экономический форум ценит эту роль. В ходе визита в Швейцарию президент Азербайджан Ильхамалиев дал интервью российскому и китайскому телеканалам. В интервью глава государства коснулся развития энергетического сектора, различных отраслей экономики в Азербайджане, реализуемых страной, глобальных энергетических и инфраструктурных проектов, участие республики в проекте «Один пояс, один путь», а также армяно-азербайджанского Нагорно-Харабахского конфликта, азербайджано-китайских двусторонних отношений и других вопросов.